Задается вот сейчас вопрос, а что же вы не выступали против, а что же по примеру ваших там бывших земляков, героев, молодогвардейцев, там, не партизанили, не вступали, значит, в противоборство. А дело в том, что в противоборство неизвестно с кем ты будешь вступать. С чеченцами, которые там наводнили Луганск, с кубанскими казаками, с нашими доморощенными, которые, по сути дела, размахивали у тебя перед лицом автоматом, и там не то, что там с кем-то воевать, а без оружия, голыми руками ты ничего не сделаешь. Милиция вообще отсутствовала, то есть не существовало уже в природе. И, соответственно, вопрос этот как бы не по адресу, почему вы не защищали. Да, каждый мужчина мог защитить свой дом, когда туда заходит враг. Ну, вот у меня такая же ситуация была, когда перед нашей закрытой дверью с домофоном появляется джип, набитый ополченцами, как их называют, а по сути в народе, это сепаратюги, которые начинают прикладами бить, значит, по кнопкам, пытаясь ворваться в наш подъезд. При этом моя соседка из соседнего подъезда, она меня предупреждает по телефону. Дима к вам рвется, рвутся вооруженные люди, а у нас в подъезде всего две семьи, из десяти квартир две семьи. И кому либо ко мне, либо к ним, но они на первом этаже, им можно в окна, в общем-то, ломиться. Значит, это ко мне, а у меня двое детей. Что мне делать остается? У меня подвал, у меня, так сказать, есть выход на чердак. Вот. Есть люк чердачный, и я уже начинаю подумывать о том, чтобы сейчас вот я там открою, там манипуляции какие-то проведу, и туда, значит, детей позаталкиваю. Один трехлетний, другой там постарше, ему 13 лет. Но это не выход. У многих людей может быть такая ситуация. И как бы я не говорю, что я там пример, и, так сказать, все, что со мной происходило, это можно на кого-то еще перенести. У меня и страха-то не было, как бы за себя его и нет страха. Любой мужчина может, там, взять, там, я не знаю, топор, какой-то молоток, там. Но против автомата он, в общем-то, бессилен, потому что автоматом можно любую дверь расковырять и ворваться, и, так сказать, учинить все, что им заблагорассудится. Но, я говорю, что вот эта ситуация, да, вот все это превратилось в какую-то систему, жуткую систему страха, когда люди пугались щелчка, люди пугались скрежет и тормозов на улице, возле подъезда, когда по улицам туда-сюда носятся танки, когда идет постоянная-постоянная стрельба, из самого популярного вида оружия, из миномета, потом на втором месте идет залпового огня град и установки, а потом уже идут гаубицы, вот эти САУ, по-моему, 130-е. При этом ты уже начинаешь различать, ты уже понимаешь, что вот это такое-то орудие. Но когда ты сам попадаешь под минометный обстрел, я вам скажу, что ни с чем не сравнимое, жуткое какое-то оцепенение просто-напросто. А и только вот где-то подсознательно хватаешь там, допустим, ребенка и бежишь там в подвал. А хотя ноги, ноги и как бы тело твое, оно непослушное и, в общем-то, вот оно должно остаться на месте, пока тебя не накроют. То есть, это, наверное, чисто физиологическое, не знаю, психическое состояние человека, которое, наверное, еще будут, так сказать, исследовать и после войны, надеюсь, когда-нибудь закончится. Вот. А еще такой же фактор, это люди спиваются. Люди спиваются, причем практически все мужчины и женщины, они находят в этом успокоение. Только нервная система может как-то успокоиться, но я скажу, что не помогает. Сильно не помогает. Ты, да, ложишься спать, просыпаешься, а чувство тревоги, вот это тревожное состояние, оно сохраняется. Кто-то из моих друзей сказал, что после войны будет много работы не просто психологом, а наркологом прежде всего, потому что выводить нужно будет целыми семьями из этого состояния алкоголизма. Но это, может быть, в виде шутки, потому что, когда ты возвращаешься в нормальный мир, вот как мы выехали с определенными трудностями, с чувством тревоги, страха, да, потому что неизвестно, что там тебя ожидает по дороге, могут остановить какой-то блокпост, могут просто там без всякого якого взять тебя и там пристрелить или там отнять машину, или еще что-то. Вот все равно вот с этим, с чувством страха и тревоги огромное количество людей выезжало. Это еще было месяц назад. Тогда уже считалось, что ты заскакиваешь в уходящий поезд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова